Новости Tesla и Boston Dynamics. Прорывы в разработке человекоподобных роботов, новые способности искусственного интеллекта и все главные релизы компаний из области высоких технологий за 2022 год в одном видео. Мы выбрали все самое интересное за полгода. Смотрите до конца и подписывайтесь на канал. Полетели! Британская компания Bellwether Industries провела первое испытание прототипа летающего двухместного автомобиля Waller, построенного в масштабе 1 к 2. Мультикоптер вертикального взлета и посадки будет летать со скоростью более 200 км в час на высоте 900 метров. А пока его прототип совершил в Дубае управляемый полет со скоростью 40 км в час на высоте около 4 метров. Полномасштабный прототип шириной 3,2 метра будет рассчитан на четырех пассажиров. Время полета на одном заряде будет равно 90 минутам, а максимальная нагрузка — 600 кг. Электрическая силовая установка в виде туннельных вентиляторов спрятана под корпусом и включает четыре движителя. Согласно плану разработчиков, гиперкар для полета внутри города Waller поступит в продажу к 2028 году. Тесла решила создать три уровня агрессивности для своего автопилота. Теперь водитель сможет выбрать подходящий стиль вождения своего авто из режимов Chill, Average и Assertive. Они определяют поведение автоматики при перестроениях на магистрали, сохранении дистанции до едущего впереди автомобиля, а также специфику преодоления перекрестков. В частности, наиболее агрессивный Assertive режим позволяет электромобилю чаще перестраиваться на многополосных дорогах, дольше оставаться в крайне левой полосе, проезжать стоп-линию без полной остановки, а также проскакивать перекресток при горящем желтом сигнале светофора. В Токио скоро начнет работать робот-доставчик Mighty от компании Piezo Sonic. Робот может эффективно передвигаться по ровной поверхности, преодолевать препятствия, включая лестницы, менять свою траекторию и разворачиваться на месте благодаря четырем колесам с независимым приводом, способным поворачиваться на угол до 90 градусов. Для навигации Mighty использует GPS, камеры и лидар, избегая столкновений с различными непреодолимыми препятствиями и пешеходами. При собственной массе 25 килограммов робот может перевозить до 20 килограммов полезного груза, перешагивать объекты высотой до 15 сантиметров, подниматься по склонам с углом наклона до 15 градусов и разгоняться до 10 километров в час. Полной зарядки аккумулятора хватает на 4 часа автономной работы. Компания Cadillac представила беспилотный концепт-кар InnerSpace. В просторном салоне размещено комфортное двухместное сидение, которое можно раздвинуть, а вместо панели приборов под лобовым стеклом установлен крупный изогнутый экран бортового компьютера. Информационно-развлекательная система под управлением ОС GM Altify может быть расширена по желанию клиента. Биометрический ввод и интерфейсы, управляемые искусственным интеллектом, позволяют пассажирам выбирать впечатление от поездки, включая взаимодействие с дополненной реальностью, развлечение и восстановление здоровья. Электромобиль может похвастаться шинами Goodyear, изготовленными по технологии SoundComfort, благодаря которой снижается шум при езде, а система Sideline предоставляет дополнительную информацию о давлении в шинах, их температуре и нагрузке. Концепт-кар Cadillac InnerSpace является частью комплексного проекта Hello Concept Portfolio, в рамках которого ранее были представлены концепты одноместного электролёта Personal Space и микроавтобуса Social Space. Компания Хьюнит собирает на Kickstarter средства для разработки модульной роботизированной руки с искусственным интеллектом. Многофункциональное устройство предназначено для выполнения множества задач на работе или дома, от съёмок видеоконтента до создания прототипов или лазерной гравировки. Роборука может поднимать до 750 граммов, её диапазон 390 мм, а скорость до 500 мм в секунду. Модуль камеры AI способен распознавать лица, классифицировать изображения, обнаруживать объекты, отслеживать линии, распознавать цвета и многое-многое другое. К роботу можно подключить различные модули, например, мощный лазер для гравировки и резки, модули 3D-принтера с функцией автоматического выравнивания и держатели ручки. Хьюнит также оснащён встроенным вакуумным насосом, который можно использовать без дополнительного подключения. Пользователи также могут создавать свои собственные модули для любой задачи. Национальная организация по исследованию сельского хозяйства и пищевых продуктов Японии разработала метод, который прогнозирует траекторию полёта насекомых-вредителей. Он должен стать основой системы, уничтожающей вредителей лазером. Стереокамеры будут обнаруживать насекомых, нейросети прогнозировать их полёт, а мощный лазер уничтожать. По секрету сообщим, прототипа пока нет. Американский стартап Petro представил робота, способного бурить даже самые твёрдые породы бесконтактным способом. Полуавтономная роботизированная система Swifty сможет создавать туннели диаметром от 50 до 150 см в любых городах. Устройство взрывает породу с помощью горячей головки, которая находится под высоким давлением. На видеодемонстрации видно, как кварцит меняет цвет, обугливается и разрушается. Swifty использует машинное зрение, но всё же требует дистанционного управления для выполнения своей работы. А ещё это первый робот, который может выезжать из собственного туннеля. Стоимость работы Swifty почти на 90% меньше, чем у обычных бестраншейных методов. Также робот открывает доступ к ранее непригодным для бурения участкам. Британские военные испытали реактивный ранец JetSuit компании Gravity Industries во время горных спасательных учений НАТО. Ранец оснащён двигателем мощностью 1050 л.с. и, развивая тягу 144 кг, разгоняясь до 80 км в час. Дальность полёта составляет около 5 км, лётное время около 4 минут, а предельная вертикальная высота до 3660 метров. Приземление происходит на небольшой площади. Это актуально, когда необходимо быстро оказать помощь раненому в горной местности. Сценарий учений предполагал, что солдата нужно извлечь из сложнейшей ситуации и оказать ему неотложную медицинскую помощь. Плазму крови должен был доставить пилот JetSuit, который может мгновенно реагировать и быстро покрывать путь к цели. Пилот двигался по трассе. Илон Маск показал видео башни Меказилла, который будет ловить первую ступень Starship Super Heavy после возвращения с орбиты. Высота башни 140 метров, а располагается она на космодроме Starbase в штате Техас. По задумке, при приземлении ракета должна снизить скорость настолько, чтобы зацепиться за специальную стрелу на башне. В будущем возвращать ракету-носитель будут только с помощью Меказилла, заявил Маск. База ВВС США Трэвис в Северной Калифорнии получила робот-манипулятор для обслуживания столовой. Роборока Альфред, разработанная бостонским стартапом Dexay Robotics и в соответствии с текущим трендом, должна минимизировать передачу микробов и вирусов. Робот умеет автономно наполнять тарелки едой, перемещая необходимые в каждом конкретном случае ингредиенты из соответствующих контейнеров в миску. Манипулятор адаптирован к действующим стандартам чистоты кухни, оснащен машинным зрением и интеллектуальными системами для распознавания продуктов. Роботу требуется всего 8 секунд на добавление каждого ингредиента и считанные минуты на обработку одного заказа. Это не так быстро, как у человека-повара, но и не так уж медленно для робота. По данным производителя, Альфред выдает около 50 полных порций еды в час. В случае успеха испытаний, система появится по меньшей мере в 10 столовых американских военных. Лаборатория высокопроизводительной робототехники Hyperlab и Калифорнийский университет Беркли представили новый квадрокоптер, способный изменять форму в полете. Дрон может сохранять работоспособность в четырех различных конфигурациях с возможностью устойчивого зависания в трех из них. Это достигается без использования исполнительных механизмов помимо четырех двигателей, типичных для квадрокоптера. Трансформация достигается за счет свободно вращающихся шарниров, которые позволяют рычагам транспортного средства складываться вниз за счет уменьшения или изменения силы тяги. Компания RichTech Robotics показала на выставке CS 2022 роботобаристу Адам. Это двурукий робот для приготовления кофе, как настоящий бариста. Руки робота двигаются одновременно и независимо, ловко манипулируя различными предметами. Из множества роботов, научившихся заваривать кофе, Адам выделяется именно дизайном. О других роботах с выставки CS 2022 вы можете узнать по ссылке в описании видео. На международном конкурсе ANA Avatar X-Price дебютировал новый гуманоид Takabi. Исследовательский робот, созданный лабораторией динамических роботизированных систем Сеульского национального университета, разработка которого заняла 8 лет. Takabi высотой 180 сантиметров и весом 100 килограммов, обладает 33 степенями свободы. Разработчики традиционно предлагают робота для использования в качестве спасателя и заместителя человека во всех опасных средах и ситуациях. Надеемся, мы еще увидим Takabi и на других мероприятиях и выставках. В США прошли очередные испытания DARPA в рамках программы Offset. На них один оператор должен был справиться с роем из более чем 100 роботов и беспилотников, работающих вместе. Испытания проводили американские компании Raytown Technologies и Northrop Grumman. Результатом первой стала одновременное управление 130 реальными дронами и еще 30 имитируемыми. Второй компании удалось создать систему для контроля сразу 174 платформ. При этом целью Offset является создание программного обеспечения, объединяющего в единую группу до 250 различных наземных роботов и дронов. Руководитель программы NoFrop сообщил, что их оператору удалось контролировать рой до 3,5 часов. За это время роботы и беспилотники примерно за 20 минут обнаружили около 600 так называемых артефактов. Исследователи лаборатории робототехнических систем в высшей технической школе Цюриха разработали для четвероногого робота Animal новую систему управления. Она позволяет роботу при ходьбе совмещать данные с камер с информацией, поступающей от ног, чтобы оценить, как лучше идти по пересеченной местности. Система как бы имитирует ощущения, подобные тем, какие получает при ходьбе по сложному рельефу человек. Когда данные хорошие, робот планирует заранее и движется быстро. Но когда набор данных кажется неполным, зашумленным или вводящим в заблуждение, контроллер изящно деградирует до проприоцептивной локомоции. Это означает, что робот продолжает, может быть, медленнее и осторожнее, но все-таки двигаться. Крутые участки на скользком грунте, высокие ступени, осыпи и лесные тропы полной корней. Animal преодолел 120 метров сложнейшей местности за 31 минуту без особых усилий. Прекрасный результат для робота. Инженеры из Китая решили сделать то, что не удалось в свое время Boston Dynamics, а именно четвероногого робота-носильщика для военных. Согласно китайским источникам, это самый большой в мире бионический робот на четырех ногах. Он может перемещаться со скоростью до 10 км в час и нести до 160 кг. Его потенциальные миссии включают транспортировку снаряжения и разведку в труднодоступных и опасных районах. Робот работает на электричестве и, как сообщается, может передвигаться по таким сложным поверхностям, как песок, высокая трава или снег. Neuralink открыла вакансию директора по клиническим испытаниям. Вам придется тесно сотрудничать с самыми передовыми врачами и ведущими инженерами, а также первыми участниками клинических испытаний Neuralink, говорится в объявлении. Чтобы получить разрешение Управления по санитарному надзору США, компании надо сначала провести испытания на небольшой группе людей, а затем на более широкой группе участников. В недавнем интервью Маск выразил осторожный оптимизм по поводу Neuralink, сказав, что он надеется, что технология вернет возможность ходить парализованным людям. Компания Houston Mechatronics переименовалась в Noticos Robotics и представила широкую линейку своих роботизированных продуктов, главная цель которых — защита мировых океанов. Разработчики, среди которых много бывших инженеров NASA заявляют, что создали сложнейший, сверхустойчивый флот морской робототехники. В частности, в него входит робот-акванавт, работающий на электроэнергии, способный выполнять подводные работы с ловкостью человека, включая ремонт нефтепроводов или очистку морского дна. Робот-гидронавт, способный перевозить любые грузы или доставлять на место и спускать на воду других роботов в полностью автоматическом или дистанционно управляемом режиме. Третьей частью системы является полностью электрическая роборука. Она может сколько угодно долго работать, на морском дне поднимать тяжелые предметы или легко манипулировать мелкими деталями. Робот достаточно умел, чтобы работать автономно, или им может управлять кто-то за много километров от него. Устроители зимних Олимпийских игр 22-го года показали одно из самых удивительных мест Олимпийской деревни — столовую. Отвечать за дезинфекцию и логистику, а также доставлять и готовить еду там будут роботы, а места для приема пищи организованы так, чтобы обеспечить максимальную защиту спортсменов от риска чем-либо заразиться. Компания Arrival показала, как организовано производство ее электрокаров. Умная фабрика Arrival довольно компактна и состоит из нескольких робокластеров, включающих манипуляторы, выполняющие отдельный набор операций. Связь между кластерами осуществляют мобильные роботы. Представители компании рассказали, что сами создают софт для стандартных промышленных манипуляторов. Корейские инженеры попытались точно воспроизвести строение руки человека в роботе. В результате получилось ILDA — Integrated Linkage Driven Dexterous Anthropomorphic — роболадонь с 20 суставами и 15 степенями свободы. Кончики металлических пальцев способны на усилие в 34 ньютона или около 3,5 килограммов. Устройство длиной 23 сантиметра весит около килограмма и способно контролировать прикладываемые усилия. Во время испытаний ILDA продемонстрировала способность поднять яйцо, не разбив его, расплещить банку из-под колы и даже умело орудовать ножницами. Разработчики планируют, что их роборуку можно будет комбинировать со многими существующими коммерческими роботами-манипуляторами. Это станет возможным в том числе потому, что все компоненты системы интегрированы в саму руку, и у нее нет внешних частей или модулей. Также успеху проекта способствовало использование инновационного рычажного механизма, позволяющего каждому пальцу иметь три степени свободы. Такая конструкция может заинтересовать и изготовителей умных протезов. А как вам новая роборука? Пишите в комментариях. Японское космическое агентство и компания Toyota разрабатывают транспорт для исследования поверхности Луны и Марса. Луна-крузер позаимствовал название у Toyota Land Cruiser. Ожидается, что лунное авто будет готово к концу 20-х годов. В основе конструкции лежит идея того, что люди на другой планете будут есть, работать, спать и общаться друг с другом, не выходя из транспортного средства. Для выполнения различных работ на поверхности для планетохода разработали роботизированную руку со сменными насадками для различных инструментов. По словам представителя Toyota, миссия компании – доставить свой автомобиль туда, где он еще никогда не был. Компания Meta стремится создать универсальную нейросеть, которая сможет решать разные задачи. Первая версия уже готова – это Data2Vec, которая умеет самостоятельно распознавать картинки, звук и видео. Правда, пока она делает это хуже, чем специализированные сети, но то, что она сразу и самостоятельно обучается на совершенно разных типах неразмеченных данных, впечатляет. Получается, что искусственный интеллект развивается в каждой области подобно человеку, и это важная веха в развитии технологий. Пока Data2Vec находится на ранней стадии разработки, но начало, согласитесь, многообещающее. В сентябрьских соревнованиях Red Bull 2022 могут пройти гонки на реактивных ранцах. Об этом сейчас ведет переговор и глава Jetpack Aviation Дэвид Майман. Пилоты будут соревноваться на параллельных воздушных полосах препятствий, чтобы избежать столкновений. Надеемся, испытания состоятся, так как реактивные ранцы уже доказали свою надежность, а их пилоты показали, насколько зрелищными могут быть такие полеты. Гонки могли бы добавить популярность технологий, которые сейчас интересуются в основном военные. Компания Tevel представила очень необычное и уникальное решение для сбора фруктов дронами. Не вполне верится, что такое существует, но все же решение Tevel включает автономную наземную платформу, к которой привязаны дроны с захватами. Беспилотники распознают фрукты на ветвях, собирают их с помощью своих роборук и складывают в отсек своей платформы. Компания утверждает, что ее решение позволит фермерам держать сбор урожая под контролем. Стартап Ecto VR представил оригинальный способ свободно и совершенно безопасно ходить по метавселенной. Им стали ботинки Ecto One с моторизованными колесами на подошве. Колеса вращаются в направлении, противоположном движению пользователя, позволяя ему буквально ходить на месте. В сочетании с VR-гарнитурой технология создает убедительное ощущение перемещения в виртуальном пространстве. Пока проект находится на ранней стадии разработки и в ближайшее время вряд ли появится на рынке. Однако если Ecto One действительно создаёт ощущение погружения, и учитывая повышенный текущий интерес к метавселенной, стартап может быстро найти инвестора для доработки технологии. США тестируют робособак в качестве автономных патрульных на своих границах. Об этом официально заявило Министерство внутренней безопасности, подчеркнув, что испытание проходит успешно. Роботы используются для наблюдения за южными границами, но о сроках их полноценного развертывания пока не сообщается. Машины Ghost Vision 60 компании Ghost Robotics изначально создавались для нужд армии США. Как заявляет производитель, роботы высотой 76 см и весом 32 кг надёжны и недороги. Они могут работать в любых погодных условиях и способны преодолеть на одном заряде до 12 км. Машины могут перемещаться автономно или управляться вручную, на них можно установить ряд полезных нагрузок, включая тепловизионные камеры и камеры ночного видения. В автономном режиме роботы двигаются по установленным путевым точкам GPS, а также используют свои камеры и датчики для выбора маршрута и осмотра заданных объектов. В прошлом Ghost Robotics даже демонстрировала прототипы моделей, оснащённые оружием, хотя нет никаких подтверждений, что такие полезные нагрузки тестируются официально. Зато Роботспот побывал на шоу Джимми Феллона вместе с генеральным директором Boston Dynamics Робертом Плейтером. Также недавно роботы Boston Dynamics снялись в рекламе одной из марок американского пива. Ролик получился зажигательный, являясь одновременно демонстрацией возможностей роботов. И самым интересным моментом стали новые руки робота Atlas, которые он использовал для взаимодействия с мелкими предметами. Напомним, что именно руки для робота основатель компании Марк Райберт, также засветившийся в концовке рекламы, назвал главной целью исследований в этом году. Очень ждём новых видео и подробностей о роботе. Компания DeepMind разработала искусственный интеллект, который самостоятельно пишет код на уровне 54% лучших кодеров. Система AlphaCode была испытана на тестах платформы CodeForces, которая используется для оценки уровня компетенции программистов и доказала, что не только пишет программный код на уровне лучших программистов людей, но и самостоятельно придумывает алгоритмы решения предлагаемых ей задач. Это значительный шаг к автономному кодированию, заявили разработчики, хотя навыки AlphaCode пока не совсем соответствуют тем задачам, которые приходится решать среднему программисту. Алгоритм получил 10 тестовых задач в том же формате, в котором их дают людям. Затем он сгенерировал множество возможных ответов и отсеял неверные, запустив код и сверив результат, как это сделал бы живой программист. И всё это без участия человека. В итоге AlphaCode попал в 54,3% лучших программистов. Создатели AlphaCode подчеркнули, что пока исследование находится на ранних стадиях, но полученные результаты приближают компанию к созданию гибкого искусственного интеллекта. Он сможет автономно решать задачи, которые на сегодня под силу только людям. Исследовательский институт Toyota показал новое видео обучение автономных автомобилей дрифту. Идея исследования заключается в использовании управляемого автономного дрифта для предотвращения несчастных случаев путём преодоления внезапных препятствий или опасных дорожных условий, таких как гололедица. В перспективе это может повысить безопасность автомобилей, которые в чрезвычайной ситуации смогут брать контроль на себя, если водитель не может сделать этого самостоятельно. Специалисты компании подчеркивают, что хотят дополнить и усилить человеческие возможности, а не заменить людей за рулём. Исследователи университета Карнеги Меллана показали, как их робот контролирует всё своё тело, чтобы удерживать равновесие, неся тяжёлую полезную нагрузку. Боллбот активно компенсирует дополнительный вес полезной нагрузки, динамически стабилизируя положение и балансируя на своём единственном сферообразном колесе. Швейцарские учёные разработали имплантат, который позволил ходить парализованному человеку с повреждениями спинного мозга. Технология основана на использовании электрических импульсов, имитирующих сигналы мозга, которые передают сигналы к действию прямо в мышце. Гибкий имплантат укладывается под позвонки прямо на спинной мозг. Электроды в нём располагаются точно на местах корешков спинномозговых нервов. Управляется вся система алгоритмом на базе искусственного интеллекта. В итоге пациент нажимает кнопки на пультах дистанционного управления на ручках его ходунков, передавая в планшет сигнал, что именно он хочет сделать. Умный алгоритм на планшете формирует правильные сигналы, которые отправил бы мозг в ноги, и передаёт их устройству на животе пациента, которая, в свою очередь, перенаправляет команду в имплантат. В итоге человек может идти, стоять, ездить на велосипеде, плавать или заниматься другими видами спорта. Японская компания JITAI разработала усовершенствованный лунный роботизированный вездеход R1, который может выполнять задачи общего назначения, такие как разведка, добыча полезных ископаемых, инспекция, техническое обслуживание, сборка. В декабре прошлого года робот прошёл испытание в кампусе японского аэрокосмического агентства JAXA. Сообщается, что поверхность имитировала лунную, но были ли смоделированы гравитационные и температурные условия на спутнике, пресс-релизе не сообщается. Робот-ровер JITAI R1 успешно выполнил все запланированные задания. Среди них передвижение по заданному маршруту с преодолением препятствий в виде камней, в котором роботу помогли ноги со все направленными колёсами, подъём по песчаному склону с уклоном до 20 градусов, задачи по сборке солнечных панелей, части которых хранились в специальных контейнерах. Панели будут критически важной частью лунной инфраструктуры, и их сборка станет одной из первых задач любой миссии по созданию лунных баз. Также R1 забрал и запечатал для хранения образцы имитированной лунной поверхности. В компании сообщили, что к настоящим испытаниям на Луне робот будет готов к середине 20-х годов. Недавно состоялся первый автономный полёт американского многоцелевого вертолёта Black Hawk UH-60, оснащённого системой LS. После переключения в автономный режим вертолёт сам осуществляет предполётную проверку, запускает двигатели, раскручивает винты и взлетает без экипажа на борту. Первая беспилотная миссия длилась полчаса и осуществлялась с обычной для вертолётов этого типа скоростью и высотой. При этом вертолёт передвигался по смоделированному городскому пейзажу, избегая воображаемых зданий и планируя маршрут в режиме реального времени. Затем Black Hawk самостоятельно выполнил серию манёвров и совершил посадку. В Дубай подходит к концу крупнейшая выставка технологий и достижений человечества Экспо-2020 Дубай. Название сохранилось с позапрошлого года, когда мероприятие было отменено из-за пандемии. По той же причине в настоящее время выставка была организована с максимальными мерами предосторожности, обеспечивали которые в том числе и более 150 сервисных роботов. Роботы, развернутые на Экспо-2020, являются проектом китайского техногиганта, специализирующегося на искусственном интеллекте Terminus. Все они состоят из двух частей – верхней, содержащей устройство, и нижней, поддерживающей тело робота. При этом верхняя часть оснащена базовыми функциями для общего пользования и дополнительными, уникальными для каждого робота. Одни отвечают за стерилизацию, другие – за логистику, третьи – за общение с посетителями и так далее. Например, робот Opti – это полностью автономный талисман из поддержки технологий искусственного интеллекта. 50 невероятно дружелюбных роботов были созданы по чертежам дирекции выставки всего за полгода. Маленький, маневренный и безопасный для людей робот может функционировать на одном заряде более 24 часов. Opti создан для общения и развлечения. Так, на протяжении всей выставки маленькие оранжевые роботы устраивали групповые танцы и флэш-мобы, включая представление на Хэллоуин. Доставка еды и напитков на Экспо-2020 Дубай поручена роботам Талабот. Это результат интеграции самой популярной в городе службы доставки еды Талабат Стерминас Групп. Заказать еду из любимого ресторана можно на сайте Талабат, указав своё местоположение, а в свободное время роботы развозят бесплатную воду и лёд. Были среди роботов и охранники – роботы-патрол, отвечающие за безопасность территории выставки и специальной станции метро Экспо-2020. Машины оснащены HD-камерами для распознавания лиц, термокамерами и кнопкой SOS. Также они напоминали посетителям о соблюдении протоколов безопасности, принятых в связи со сложной эпид-обстановкой. Ещё одни более универсальные роботы для доставки занимались такой работой, как раздача карт и буклетов выставки, бесплатных закусок и воды, а также голосовым информированием посетителей в ответ на заданные вопросы. И, конечно, ни одно мероприятие, посвящённое высоким технологиям, уже не обходится без робота-бариста, готовящего кофе для посетителей. Все роботы защищены от атмосферных взаимодействий и могут работать при температурах от минус 10 до плюс 55 по Цельсию. Когда их батарея разряжается, они возвращаются к точке зарядки, автономно пристыковываются и перезаряжаются без вмешательства человека. Это позволяет машинам с искусственным интеллектом работать круглосуточно без помощи или наблюдения со стороны людей. Главным украшением китайского павильона стали сервисные роботы-гуманоиды Panda и Walker компании Ubitec. Они общались с посетителями, рассказывали им о павильоне и достижениях Китая в области умных городов, космоса и сельского хозяйства, проводили экскурсии, делали с ними совместные фото и просто развлекали. Роботы построены на базе одной и той же платформы, они обладают 41 суставом, умеют ходить и делать гимнастику, заниматься каллиграфией, а также взаимодействовать с людьми. Посетители Экспо имеют возможность опробовать капсулу Hyperloop. В будущем с её помощью пассажиры смогут добираться из Дубая в Абу-Даби, преодолев около 140 километров всего за 12 минут. Анонсируется, что этот проект будет реализован в 2030 году. Футуристический транспорт на выставке представила компания Virgin Hyperloop. Помимо пассажирского отсека, в павильоне DP Walls Flow представлен и 10-метровый грузовой контейнер. Обе капсулы могут путешествовать со скоростью 1080-1200 км в час, используя экологически чистую электрическую силовую установку и электромагнитную левитацию. По данным агентства УЭМ, Hyperloop сможет перевозить примерно 3400 человек в час, а это 128 тысяч в день или 24 миллиона человек в год. На Экспо в павильоне Дубая Islamic Bank представлено решение «Умное зеркало» – смарт-устройство прямоугольной формы в рост человека. Став напротив него, можно за секунду узнать все свои персональные банковские данные. Какие счета и на каких условиях открыты, какие имеются кредиты, сколько карточек и какого типа и другую информацию. Клиент распознается с помощью биометрической технологии по лицу или отпечатку пальца. По мнению хозяев павильона, к 2050 году клиенты будут доверять банкам не только свои финансовые данные. Например, «Умное зеркало» будет оценивать состояние здоровья, спортивную форму, отношение к окружающей среде и поощрять клиентов банка за здоровый образ жизни или заботу о природе специальными баллами, предложениями и бонусами. Достаточно много павильонов на Экспо знакомят с решениями для городского садоводства и вертикальных фирм. Например, Urban Gathering можно встретить на площадках Эстонии, Сингапура, Финляндии. Нидерланды в этом контексте пошли еще дальше. В павильоне этой страны демонстрируется технология Rainmaker. Она способна извлекать воду из воздуха даже в условиях пустыни. По словам создателей павильона, ежедневно Rainmaker извлекает из воздуха 800 литров воды. Процесс основан на возобновляемой энергии, получаемой с помощью легких, органических, прозрачных солнечных батарей, установленных на крыше. В то же время солнечный свет, проходящий через панели, помогает растениям в фотосинтезе. Группа исследователей проекта Гувер показала испытания своего гибрида гусеничного робота и мультикоптера. Гусеничные роботы известны своей энергоэффективностью при перевозке грузов и хорошей проходимостью на пересеченной местности, но многие препятствия преодолеть им не по силам. С другой стороны, мультикоптеры преодолевают расстояние независимо от рельефа местности, но нести тяжелый груз далеко пока не могут. Робот Гувер берет лучшее от обеих платформ. Прототип габаритами около 140 на 85 на 55 сантиметров весит 23 килограмма и может взлетать благодаря 8 винтам. В режиме танка робот может проработать до 10 часов, а дрона всего 20 минут. Аппарат может передвигаться автономно или управляться оператором. Оснащение робота включает оптическую камеру Sony 4K, тепловизор, спутниковую систему навигации Galileo, LIDAR и микропроцессор NVIDIA Jetson AGX XAVIER. Последнее время в СМИ активно обсуждают слухи об Apple Car. Мы решили собрать их, чтобы составить общую картину. И так утверждается, что первый электромобиль компании Apple будет построен на базе платформы EJMP, разработанной Hyundai Motor. В этом случае авто получит запас хода в 480 километров, разгон до 100 километров в час за 3,5 секунды и максимальную скорость 260 километров в час. Время зарядки батареи от 0 до 80% предположительно будет составлять 18 минут. Hyundai Motor выступил в роли главного стратегического партнера Apple в создании электромобилей и предоставит помимо платформы другие необходимые комплектующие. При этом упорно ходят слухи, что сборкой электрокаров займутся компанией Foxconn и Luxashare, занимающие ключевые места в производстве продукции Apple. Тайваньская Foxconn ранее подтвердила свои планы, связанные с производством электромобилей в Северной Америке в 2023 году и сейчас активно ищет место для заводов США или Мексики. Китайская Luxashare интересна Apple тем, что может помочь американской компании с выводом электромобилей на местный китайский рынок. Ожидается, что Apple Car будет включать в себя возможности автономного вождения, для чего компания ведет переговоры о поставке чипов и подложек для них, испытывая в этом ряд трудностей, так как ключевые производители и так достаточно загружены и не хотят связываться с автомобильным сектором из-за большого количества проверок в этой отрасли. Tesla официально открыла свой первый европейский завод Gigafactory Berlin и отправила заказчикам первые 30 автомобилей Model Y. На открытии присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, несколько чиновников и генеральный директор Tesla Илон Маск. Кстати, победный танец Маск выполнил согласно данному ранее обещанию. На предприятии уже работают около 3000 человек, а всего Gigafactory Berlin создаст 12000 рабочих мест. Проектная мощность завода составляет 500 тысяч электромобилей в год, но это в будущем. Помимо кроссовера на Gigafactory Berlin будут собирать Model 3, а также производить аккумуляторные батареи и силовые установки. Японского робота Asimo проводили на пенсию. Прекратив разработку робота в 2018 году, компания передала его Honda Welcome Plaza Aiema, где робот работал гидом, экскурсоводом и артистом, показывая свои трюки в специальном шоу. Всего робот выступил более 15 тысяч раз, но в этом году 20-летняя работа робота закончилась и его торжественно проводили на пенсию. Робот получил благодарственное письмо от директора музея, букет цветов и в последний раз показал всё, на что способен. Компания Anibotix представила Animal X первого в мире взрывозащищенного робота на ногах. Робот предназначен для работы на предприятиях нефтегазовой и химической промышленности. В сообщении компании указывается, что новинка расширяет мобильность, автономность и интеллектуальные возможности роботизированного решения Anibotix для инспекции и специально разработана и сертифицирована для безопасного использования в потенциально взрывоопасных средах, что меняет правила игры в отрасли. Лаборатория робототехнических систем высшей технической школы Цюриха показала новую порцию результатов своей системы обучения с подкреплением для четвероногих роботов на колесах. Робот обучался в симуляции сразу нескольким новым навыкам и стилем движения. Инженеры компании рассказали, что такое одновременное освоение почти не снижает скорости и результативности обучения. В этом эксперименте робот параллельно обучался ходьбе и приседанием, а также переключением с четвероногой на гуманоидную форму передвижения. Результаты работы исследователей в лаборатории, как всегда, впечатляют. Немецкая компания Festa, знаменитая своими био-вдохновленными роботами, представила роботизированного паука 3D-Coconor, который плетет объемные структуры из стекловолокна. Правда, на этот раз инженеры не стали копировать внешность робота с биопрототипа, а использовали манипулятор серии XPT-45, оснащенный специальным экструдером, через который подается стекловолокно и специальный клей. Он затвердевает под ультрафиолетовым излучением, закрепляя конструкцию, а лишние части обрезаются дисковой пилой. При этом материал можно вновь размягчить, чтобы достроить конструкцию в любом месте. Проектирует конструкции для 3D-Coconor компьютер со специальным программным обеспечением, оценивающим все характеристики будущего произведения. Исследовательский робот iCup получил новую версию, она крупнее, мощнее, и её можно использовать в качестве сложной платформы телеприсутствия с эффектом присутствия. iCup 3 на 25 см выше и весит на 19 кг больше ранней версии, теперь его рост достигает 125 см, а вес 52 кг. У робота 54 степени свободы. Для управления роботом-аватаром в видео оператор использовал шлем HEC VIV Pro i4 Headset, трекер лица VIV 55, сенсорный и тактильный костюм iFill 6, тактильные перчатки SenseGlove DK17 и всенаправленную беговую дорожку CyberVirtalizer Elite 28. В совокупности всё это позволяет переориентировать манипулирование, передвижение голоса и даже выражение лица с человека на робота. Ретаргетинг мимики применяется к взгляду и состоянию века, также к арту пользователя. При этом сам пользователь получает звук, иммерсивный вид от первого лица и умеренное количество тактильной обратной связи. iCup 3 имеет сенсорную кожу с довольно высоким разрешением, но это преобразуется всего в пару конкретных вибрационных узлов, которые носит пользователь. При этом тактильная обратная связь на руках неплохая, есть силовая обратная связь на каждом пальце и вибромоторы кончиков пальцев. В сети появилось новое видео робота-гуманоида RH5 Manus. Робот разрабатывается как безопасная система для работы рядом с человеком, например, на лунных станциях, и может поднимать каждой рукой вес до 4 кг. RH5 Manus позиционируется как система с высокой производительностью, широким диапазоном движений и низкой периферийной инерцией. Робот оснащён датчиками силы и момента, стереокамерой, лазерными сканерами и другими сенсорами. Его руки могут быть дополнены захватами с двумя, тремя и четырьмя пальцами с тактильными датчиками на подушечках. В дополнение к автономному и полуавтономному использованию робот может управляться дистанционно с помощью экзоскелета. При этом визуальное восприятие и действующие силы и моменты робота становятся доступными для управляющего человека с помощью виртуальной реальности. Калифорнийский стартап Mojo Vision разработал и представил новый прототип своих контактных линз с технологией дополненной реальности. Электронная начинка линз располагается на жёстком газопроницаемом пластике и включает акселерометры, гироскопы, магнитометр, а также радиосвязь. Также в устройстве есть микрочип для управления питанием, датчик изображения и микропроцессор. Не забыли инженеры и о программном обеспечении и пользовательском интерфейсе. Пока продукт далёк от потребительского, но разработка продолжается. Американская компания Snap, занимающаяся производством AR-очков, купила французский стартап NextMind, разрабатывающий интерфейс Mosk Computer. Цель сделки — интегрировать нейрокомпьютерный интерфейс NextMind в AR-очки Snap Spectacles, чтобы пользователи могли управлять очками дополненной реальности с силой мысли. NextMind уже разработал устройство, которое крепится на затылке с помощью обычной резинки. При первом применении гаджету требуется калибровка, чтобы создать нейронный профиль пользователя, после чего он может считывать сигналы мозга. Также программное обеспечение NextMind включает самообучающиеся алгоритмы, позволяющие системе самосовершенствоваться по мере использования устройства. NASA испытывает технологию космической центрифуги стартапа SpinLaunch, который предлагает запускать спутники на орбиту, сократив расход ракетного топлива на 70%. Установка компании работает как гигантская проща, раскручивая ракету массой до 200 кг до скорости 8000 км в час, а затем запускает ее в небо. Центрифуга или проща служит вместо первой ступени, выводя ракету на орбиту, а затем космический аппарат включает собственные двигатели. В успех задумки уже поверили поддержавшие стартап Airbus и Alphabet, а теперь договор об испытании технологий подписало и агентство NASA. Согласно договору, SpinLaunch разработает и испытает коммерческую нагрузку, которую запустит с космодрома Америка в Нью-Мексико в этом году. Испытание будет происходить не в полную силу. Макет груза будет разогнан только до 1600 км в час. Цель — проверить эффективность системы. А Китай задумал создать флотилию из сотен микроспутников для изучения черных дыр и сверхновых звезд. Недорогие, миниатюрные, но высокоэффективные и хорошо управляемые платформы могут распределиться в космическом пространстве, заменяя один большой и дорогущий космический телескоп, такой как James Webb от NASA, стоимостью 10 миллиардов долларов. Один микроспутник будет стоить 1,6 миллиона долларов, причем половину суммы придется на запуск. По мере удешевления запусков снизится и стоимость проекта. Первый образец весом 30 кг для флота, распределенного в рентгеновского телескопа китайская компания Catch, запустит в следующем году. Позже на орбиту будут выведены 10 таких же спутников для проверки управляемости распределенной платформы. Если концепция подтвердит работоспособность, к 2030 году в космос будет выведен флот минимум из 100 спутников. Ученые Массачусетского технологического института разработали роботизированную систему, которая позволяет нейрохирургам проводить эндоваскулярные вмешательства дистанционно. Новая технология призвана спасти жизни пациентам в критической ситуации, например, после инсульта, которых нужно немедленно оперировать, чтобы сохранить функцию мозга. Таким образом, доступность высокотехнологичной медицинской помощи может быть обеспечена даже в отдаленных и сельских районах. Эндоваскулярная хирургия представляет собой малоинвазивную процедуру, которая заключается в функции кожи и введении специальной проволоки в артерии и сосуды. Процедура проводится под контролем рентгена и позволяет выполнять сложнейшие манипуляции с минимальными для здоровья рисками и осложнениями. Благодаря новой разработке врач может находиться в другой комнате или даже городе и управлять роботом с помощью джойстика. NASA рассказала, как голопортировала врачей на МКС осенью прошлого года. Согласно пресс-релизу агентства, 8 октября 2021 астронавт Томас Пески общался с голограммой хирурга Йозефа Шмидта и командой медработников. Голограммы были созданы и переданы на борт МКС с помощью камеры Microsoft HoloLens Connect и специального программного обеспечения от стартапа AXA Aerospace, создающего высококачественные 3D-модели людей. В результате, благодаря голопортации от сочетания слов «голограмма» и «телепортация», астронавты смогли пообщаться с людьми на Земле в режиме реального времени. Участники проекта сообщили, что технология позволит оказаться на МКС в прямом эфире в любой момент, и на это не влияет ни движение станции со скоростью 28 тысяч километров в час, ни высота орбиты — 402 километра над Землей. Microsoft работала над голопортацией последние шесть лет, но это первый раз, когда она использовалась за пределами Земли. Теперь компания планирует объединить её с технологиями дополненной реальности, чтобы улучшить опыт всех задействованных участников. В Корее начался процесс массового производства человекоподобных роботов на заводе Glock. Компания, занимающаяся 3D-печатью и 3D-дизайном, выпустила партию ультра-реалистичных гуманоидов, используя свой парк широкоформатных 3D-принтеров Кюби Консла. Роботы были разработаны и созданы как мехатронные произведения искусства, предназначенные для установки в магазине New Day местного бренда дизайнерских очков Gentle Monster в Ханами. Там гуманоиды будут имитировать роботизированную сборочную линию. Все детали роботов были напечатаны на 3D-принтере с чрезвычайно фотореалистичной обработкой поверхности. Также было нанесено уретановое покрытие для обеспечения долговечности фотополимерных 3D-печатных деталей. В будущем компания планирует открыть линию по 3D-печати из металла, так что она сможет перейти на изготовление более прочных и функциональных моделей. В США разрешили клинические испытания на людях первого коммерческого интерфейса Mosk Computer от компании Synchron. При имплантации электроды Stentrol перемещаются в мозг по кровеносным сосудам. Затем система начинает переводить мозговую активность в электросигналы, позволяя работать с текстовыми сообщениями, электронной почтой, онлайн-покупками или другими относительно несложными задачами. В случае успеха систему можно использовать повсеместно, что даст новые возможности пациентам с параличом. Но сначала интерфейсу надо подтвердить свою безопасность, а также возможность эффективно работать с цифровыми устройствами без помощи рук. Boston Dynamics обновила робота Spot, теперь он заряжается за час и поддерживает 5G. Новые варианты нагрузки включают Spot Core IO, внешний модуль, который даёт Spot возможность обрабатывать данные в полевых условиях, внутри платформа NVIDIA Jetson Xavier NX с мощным GPU и шестиядерным ARM-процессором. Также он включает в себя 5G-модема. Второй вариант полезной нагрузки — Rageant Kinetic Mesh Radio Kit, позволяет развернуть Spot в изолированных сетях без изменений инфраструктуры. Оборудование обеспечивает покрытие до 200 тысяч квадратных футов. Также обновилось аппаратное обеспечение робота. 5 стереокамер на корпусе теперь при построении 3D-карт обеспечивают оператору полноцветное изображение. Планшет для управления Spot получил интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана, 8 часов автономной работы, защиту от ударов и атмосферных воздействий. Также Boston Dynamics предлагает физический джойстик для управления Spot Arm и виртуальные джойстики для управления самим роботом. Учёные лаборатории искусственного интеллекта MIT разработали алгоритм для решения самой сложной задачи компьютерного зрения — присвоение метки каждому пикселю на изображение без участия человека. Алгоритм Stego построен на основе алгоритма Dino, который знает почти всё о мире благодаря базе данных из 14 миллионов изображений. Но новый алгоритм совершенствует основу Dino с помощью процесса обучения, который имитирует нашу способность собирать из кусочков целостную по смыслу картину. Применительно к наборам данных беспилотных автомобилей Stego успешно сегментировало дороги, людей и дорожные знаки с гораздо более высоким разрешением и детализацией, чем предыдущие системы. На изображениях из космоса система разбила каждый квадратный фут поверхности Земли на дороги, растительность и здания. Чтобы обнаружить эти объекты без помощи человека, алгоритм ищет похожие объекты, которые появляются в наборе данных. Затем он связывает эти объекты вместе, чтобы построить непротиворечивое представление о мире. Система, по сути, способна дать настоящее зрение любой технологии — от робота до автономного автомобиля. Спутниковый интернет Starlink стал портативным. Пользователям разрешили брать терминалы в поездке за 25 долларов в месяц. Услуга получила название Portability. Теперь работники на удалёнке могут жить и трудиться в таких местах, где никогда не будет ни фиксированной связи, ни 5G. Правда, во время движения связь пока не работает. Также пользователи предупредили, что приоритет в сети провайдера будет отдаваться стационарным зарегистрированным абонентам. Tesla построит в Шанхае новый завод производительностью 450 тысяч электрокаров в год. Разместится он прямо рядом с действующим. Вместе два завода должны будут выпускать более миллиона автомобилей в год, обеспечивая спрос на местном рынке и поставляя авто на экспорт. Сроки возведения завода пока неизвестны. Компания Rocket Lab 26-й раз запустила свою ракету Electron и впервые попробовала поймать её первую ступень вертолётом. Технология отрабатывалась в 2020 году, но тогда использовалась копия первой ступени. В этот раз всё было по-настоящему и пошло немного не по плану. Модифицированный вертолёт Сикорский С-92, оснащённый крюком для захвата ступени, ожидал в определённой зоне, чтобы поймать ракету, уже развернувшую свой парашют. После захвата вертолёт должен был доставить отработавшую ступень до платформы для обслуживания и повторного использования. Сам захват прошёл успешно. Вертолёт зацепил ракету на высоте 1980 метров, но пилот обнаружил, что настоящая ступень ракеты гораздо тяжелее копии, и ему пришлось сбросить её в океан. Стартап SpinLounge показал на видео испытания своей кинетической системы для вывода спутников на орбиту. Система раскрутила груз с закреплённой камерой в центрифуге, придав ему скорость 1600 км в час, после чего запустила его в атмосферу. Весь полёт длился 82 секунды, а достигнутая высота равнялась 7620 метров. Отмечается, что во время тестирования использовалась малая часть мощности установки. Электроника на грузе при этом выдержала нагрузки, что стало важным показателем испытаний. Полномасштабная пусковая установка SpinLounge L100 будет в три раза больше, чем тестируемый сейчас макет A33. Она сможет запускать в космическое пространство аппараты весом до 200 кг, выстреливая их на скорости 8000 км в час. Предполагается, что таким образом спутники в небольшой ракете смогут долетать до границы космоса, после чего с помощью собственных двигателей ракета будет перемещать аппараты на заданную орбиту. Другой стартап Launcher впервые показал на видео полноценное испытание своего ракетного двигателя И-2, полностью напечатанного на 3D-принтере. Компания работает над созданием ракеты Launcher Light, которая будет выводить на орбиту полезную нагрузку весом до 150 кг. Камера двигателя И-2 полностью напечатана на 3D-принтере из медного сплава. Лаунчер использует принтер AMCMM-4K для сборки частей двигательной установки. Хотя ракету стартапа нельзя будет использовать повторно, компания надеется в будущем создать новую версию с девятью двигателями и многоразовой первой ступенью. Зонд Voyager 1, который был запущен еще в 1977 году, продолжает работу и направляется в межзвездное пространство. Сейчас аппарат находится на расстоянии 23,3 миллиарда километров от Земли. И хотя он продолжает полет, команда проекта заметила, что Зонд стал передавать какие-то странные данные. Учитывая, что корабль сильно превысил расчетный срок эксплуатации, ничего удивительного в этом нет. Необычные данные связаны с системой управления ориентацией, которая правильно направляет корабль и его антенну для обеспечения связи с Землей. Фактически система работает отлично, поскольку перебоев с сигналом нет. Он не ослабевает, значит ориентация поддерживается верно. Зонд получает и выполняет команды, четко на них реагируя. Команда Voyager 1 не сдается и надеется выявить причины и устранить последствия сбоя. Подробнее о том, как устроен Voyager и почему ему удалось так долго проработать, смотрите в выпуске по ссылке в подсказке. Первый в мире китайский корабль-дрононосец спущен на воду. Беспилотное судно с управлением на базе искусственного интеллекта может нести на борту десятки дронов, беспилотных кораблей и подводных аппаратов. С его помощью Китай рассчитывает создать мощное средство для исследования океана. Также сообщается, что 88-метровое судно может быстро перехватывать, осаждать и вытеснять агрессивные цели. Стартап RAS Aerotechnologies представил одноместный дрон RAS Racken EVTOL, предназначенный для фермеров и других владельцев обширных земельных угодий. Персональный электроаппарат вертикального взлета и посадки весит порядка 140 килограммов, может преодолевать до 40 километров на одном заряде и летать со скоростью чуть более 101 километра в час. Интересно, что, по словам разработчиков, аппарат может садиться не только на землю, но и на воду. RAS Racken использует для полета шесть независимых силовых установок, каждый из которых питается от съемного аккумуляторного блока, а значит разряженные батареи можно легко заменить на запасные. Аппарат должен быть недорогим в производстве и обслуживании, а также простым в управлении. А вы бы хотели себе такое транспортное средство? Пишите в комментариях. 140 роботов Helody Robotics будут развернуты на объектах ADT Commercial для обеспечения безопасности. Компания надеется, что скоро её гуманоидные роботы на колёсах будут работать в большинстве офисов и медицинских учреждений Монреаля, а также домах престарелых в Бельгии и Норвегии. «Гуманоидный форм-фактор не просто дизайнерский выбор», рассказывают инженеры Helody Robotics. «Это единственный выбор для системы, которой необходимо взаимодействовать с человеческим миром». Роботы передвигаются на колёсах для патрулирования зданий, эффективно выполняя функции мобильных камер видеонаблюдения. Они проводят проверки, например, проверяют, заперты ли двери и свободны ли коридоры. Дополнительные возможности обеспечивает режим аватара в виртуальной или дополненной реальности с использованием VR-гарнитуры. Тогда оператор может не только внимательно рассмотреть интересующие его области, но и выполнить ряд действий руками робота. В компании подчёркивают, что роботы безопасны, они не только избегают препятствий, но и оснащены кнопками аварийной остановки и отключения питания. Так что если вы испугаетесь действия робота, его можно отключить, и он просто упадёт к вашим ногам. Правда, инженеры не уточнили, где эта кнопка находится. Dyson показал домашних роботов, которых в ближайшее время собирается выпустить на рынок. Хотя пока роботы являются скорее прототипами, компания планирует привлечь к разработкам 250 инженеров и создать коммерческие версии в течение не более чем 5 лет. Роботы с ловкими руками, способными на мелкую моторику, подобной человеческой, должны быть полностью автономными. Они будут мыть посуду, убирать детские игрушки, пылесосить ковры и диваны. Для этого компания ищет специалистов по машинному обучению, компьютерному зрению, мехатронике и другим специализациям, связанным с робототехникой и искусственным интеллектом. 250 человек – лишь первый набор. В следующие 5 лет Dyson планирует создать команду из 700 инженеров. Для расширения штата компания строит крупнейший в Великобритании исследовательский центр. Pudu Robotics представила своего четвероногого робота для доставки горячего супа D1. Компания утверждает, что основные компоненты робота являются собственными запатентованными разработками Pudu. В пресс-релизе указывается, что Pudu D1 оснащен запатентованными высокопроизводительными соединительными модулями в качестве основных источников питания с полой проводкой и способностью запоминать абсолютное положение выхода даже после отключения питания. Робот использует протокол связи CAN-FD с пропускной способностью 5 Мбит в секунду. Совместный модуль робота включает в себя 19-битный высокоточный энкодер с беспримерной точностью обратной связи по положению. За вычисление отвечает 16-ядерный процессор на борту робота. D1 может передвигаться по пересеченной местности, а его отсек сохраняет при этом стабильное положение, чтобы продукты в нем не помялись или не пролились. Грузоподъемность робота 10 кг. Ученые Оксфорда разработали технологию выращивания человеческих клеток на скелете гуманоидного робота. Сразу вспоминается старый добрый терминатор, не правда ли? Совместно с инженерами робототехнической компании D1FU исследователи постарались воспроизвести костно-мышечную систему человеческого плечевого сустава. Они объединили макет скелета с питательной средой для клеток в виде сферической внешней мембраны с биоразлагаемыми волокнами, растянутыми между так называемыми якорными точками и способными сгибаться в любом направлении. На волокна высадили человеческие клетки, а камеру наполнили богатым питательными веществами раствором. В течение двух недель клетки росли в питательной среде, которая подвергалась ежедневным нагрузкам. На полчаса каждый день биореактор помещали в структуру плеча для нагрузок и деформаций. На сегодня ученые зафиксировали изменения в клетках, показав саму возможность их выращивания на роботизированном скелете. Чем закончатся эксперименты, стоили ли усилия потраченных ресурсов пока неизвестно. Ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе показали в работе самого маленького в мире робота с дистанционным управлением. Его диаметр всего 0,5 мм. При этом он может ходить, прыгать, поворачиваться и изгибаться. Робот не использует гидравлические или электрические приводы. Он создан из сплава с эффектом памяти формы, который деформируется при помощи тонкого покрытия стекла. Нагревание возвращает сплаву первоначальную форму, а остывание приводит к деформации под воздействием стеклянного покрытия. Нагрев осуществляется при помощи лазера, который определяет направление движения робота. А за очень быстрое остывание отвечает миниатюрный размер изобретения. Средняя скорость робота составляет около половины длины тела в секунду. Авторы проекта попробовали несколько форм, включая треножник для хождения по воде, спирали для прыжков и ряд других. Власти Индонезии сообщили, что достигли договоренности о строительстве на территории страны фабрики Тесла по производству батарей и электромобилей. В стране есть значительные запасы никеля, и власти не хотят просто его продавать, а планируют создать производство электромобилей, чтобы к 2025 году каждое пятое авто в стране было с электродвигателем. Емкость местного авторынка оценивается в 1 миллион машин в год. Японские ученые разработали роботизированный палец, покрытый живой кожей, что, по их словам, приближает нас к по-настоящему человекоподобным роботам. Палец, который, как было показано, способен исцелять себя, позиционируется исследователями как достижение, стирающее грань между живой плотью и машиной. Ранее ученые создали кожные трансплантаты, листы кожи, которые можно сшивать вместе, например, в реконструктивной хирургии. В последней работе команда сначала погрузила роботизированный палец в цилиндр, наполненный раствором коллагена и дермальных фибропластов человека, двух основных компонентов, из которых состоят соединительные ткани кожи. Они покрыли поверхность робопальца, выполняя роль грунтовки для краски, обеспечивая бесшовное соединение для следующего слоя клеток – эпидермальных кератиноцитов человека. На видео видно, что сгибание пальцев вперед и назад вызывало появление естественных морщин на суставах пальцев, а при ранении искусственная кожа могла самовосстанавливаться, как у людей с помощью коллагеновой повязки, и, по словам ученых, ощущалась, как нормальная кожа. Разработки продолжаются, но у исследователей есть проблема. Убедить население планеты, что робот с настоящей кожей, не будет вызывать у них ужас и отвращение. А вы что думаете? Пишите в комментариях. Илон Маск пообещал продемонстрировать Теслабот в сентябре. В прошлом месяце глава Тесла анонсировал второе мероприятие AI Day, которое должно было состояться 19 августа. На нем предполагалось продемонстрировать достижения компании в сфере искусственного интеллекта. Но затем он перенес дату, связав это с подготовкой действующего прототипа, человекоподобного робота Optimus. Ранее Маск говорил, что компания сосредоточится на разработке робота, чтобы показать работающий прототип до конца года и поставить робота на конвейер уже в 2023. В первоначальной версии спецификации, Теслабот при росте 173 см и массе около 57 кг, должен был обладать способностью поднимать грузы до 68 кг, но переносить не более 20, а на вытянутых руках удерживать и того меньше – лишь 4,5 кг. Максимальная скорость передвижения должна составить 8 км в час. В конструкции робота будут использоваться 40 сервоприводов, а аппаратная основа, позаимствованная у автопилота электромобили Тесла, позволит быстро обучать роботов с использованием фирменной нейросети. Как думаете, увидим мы робота в сентябре? Пишите в комментариях. Кстати, чтобы запустить в серию электропикап Тесла Кибертрак, Маску пришлось частично пожертвовать футуристичным дизайном. Так, в новой комплектации, которая соответствует американскому законодательству, электрокар получил обыкновенные зеркала заднего вида вместо боковых камер и обычные дворники вместо лазеров или одного гигантского стеклоочистителя на лобовом стекле. С точки зрения дорожных регуляторов США, такой дизайн больше отвечает требованиям безопасности. Также для запуска линии сборки Кибертрак Тесла недавно получила гигантскую литейную машину, спроектированную итальянской компанией Айдра. Джигапресс весит более 400 тонн и является самой большой литейной машиной в истории легкового автопрома. Как сообщает компания, Кибертрак имеет внешнюю оболочку, обеспечивающую максимальную прочность и защиту пассажиров. Начиная с почти непробиваемого экзоскелета, каждый компонент разработан для обеспечения превосходной прочности и долговечности. От сверхтвердой 30-кратной холоднокатанной конструкционной обшивки из нержавеющей стали до бронированного стекла Тесла. Что же, ждем первые серийные экземпляры Кибертрак. Новый бренд компании Jetpack Aviation, получивший название Mayman Aerospace, представил свою первую модель летающего реактивного мотоцикла Speedr P2. Небольшой, мощный и маневренный мотоцикл вертикального взлета и посадки способен разгоняться до 800 км в час. Speedr P2 оснащен 8 реактивными двигателями, которые работают на экологически чистом авиатопливе, либо совсем без выбросов СО2, либо с минимальным их количеством. Курпус выполнен из углеродного волокна и учитывает эргономичное положение пилота, улучшающее аэродинамику устройства. Но мотоциклам не обязательно управлять непосредственно, сидя на нем или удаленно как оператор. Speedr P2 может двигаться автономно. Модульная конструкция позволяет оптимизировать аппарат для конкретного применения, перевозки грузов, использования полицейскими или спасателями, в качестве личного транспорта и тому подобное. Известно, что в грузовой модификации Speedr P2 может перенести 45 кг на расстояние до 640 км со скоростью более 800 км в час. Как-то у Марка Райберта, основателя компании Boston Dynamics, спросили, есть ли робот, которого вы всегда мечтали сделать, но еще не успели. На что он ответил, что всегда хотел поставить робота на ролики. И хотя Boston Dynamics пытались воплотить эту идею в роботе Handle, он после нескольких модернизаций так и не дошел до производства. Поэтому Robotic Systems Lab ETH Цюрих присвоила это достижение себе, выпустив очередное видео с роботом Animal, который на колесах передвигается лучше и аккуратнее, чем большинство роботов без них. Исследователи сообщили, что робот сочетает в себе оптимизацию траектории в авторежиме и управление с прогнозированием онлайн-модели, что позволяет ему виртуозно использовать свои ноги и колеса при каждом движении, которое он делает. Робот в любой ситуации может найти оптимальные движения с учетом препятствий и собственных физических ограничений. Алгоритмы оптимизации траектории трансформируют высокоуровневые задачи в динамические возможные движения, которые хранятся в библиотеке движений робота. Использование библиотеки позволяет алгоритмам рассчитывать движения с минимальной задержкой практически в режиме реального времени. При этом алгоритмы могут генерировать новые траектории и движения, сочетать их оптимально бесшовным способом и объединять в единый маневр. Стоит признать, что разработанные алгоритмы действительно впечатляют. Осталось найти роботу достойное применение. Компания Nolo Robotics представила робота-повара Пицца Йола, способного автономно готовить до 50 пицц в час, что может навсегда лишить работы поваров-пиццерий. Пицца Йола не просто робот, а автономная кухня размером 3,7 на 3,7 метра, которая включает в себя зоны хранения, приготовления пищи, печь и, наконец, семиосевую роботизированную руку, способную перемещаться по всему пространству. Клиенты могут размечать заказы устно через стойку самообслуживания или через кассира человека, который в электронном виде передает заказы на кухню. Кроме того, сделать заказ можно и онлайн, его доставят роботы-курьеры или роботы-официанты. Английские супермаркеты M&S, Akada, Tesco, Sainsbury и Waitrose продают малину, собранную роботами. Массовую автоматизацию связывают с ростом качества и доступности машин от Fieldwork Robotics. Испытания первого поколения устройств стартовали около трёх лет назад, тогда единственный манипулятор затрачивал целую минуту на сбор одной ягоды. С тех пор разработчики нарастили число манипуляторов, улучшили сенсоры, исключили соскальзывание ягод и существенно ускорили рабочий процесс. Сейчас сенсоры роботов выявляют спелые ягоды и деликатно собирают их, затрачивая час на килограмм малины. В будущем разработчики планируют разогнать робота до 25 тысяч ягод в день. Другие сельхозроботы Grow и MetaMotion дебютируют на выставке Green Tech Amsterdam 2022. При этом MetaMotion получил две руки вместо одной, что увеличит производительность робота на 80%. Роботы оснащены 3D-компьютерным зрением на базе цветных камер, дополненным искусственным интеллектом. Они распознают спелые плоды и аккуратно срезают ветки с ними с помощью манипуляторов и ножниц, поворачивающихся под любым углом. Доставка пиццы дронами становится реальностью. Американский торговый гигант Walmart совместно с DroneUp запускает сервис, охватывающий 4 миллиона домохозяйств. Для этого до конца 2022 года будут развернуты 37 дронопортов. Для начала дроны будут доставлять легкие посылки, подгузники, батарейки или продукты, причем в режиме телеуправления, то есть под контролем опытного оператора. С помощью нового сервиса Walmart надеется обойти своего основного конкурента Amazon по скорости выполнения заказов. В Пекине представили автомобиль Jiju Robo 1, и он выглядит так, будто прибыл из будущего. Jiju – дочка китайского гиганта Baidu и автокомпании Jili. Robo 1 обладает не только футуристическим дизайном, но и значительной степенью автономности. Компания заявляет, что он будет стоить не менее 30 тысяч долларов и поступит в продажу в следующем году. Интерьер включает сидение в гоночном стиле, рулевое кулесо с бугелем и широкоэкранный дисплей, покрывающий всю приборную панель. Автомобиль оснащен датчиками, в том числе лидаром для отображения дороги в 3D, который выдвигается из капота при активации. Технология автономного вождения Robo 1 представляет собой спецверсию Apollo, открытой платформой, разработанной Baidu и несколькими партнерами, которые используют десятки автопроизводителей в Китае. Jiju заявляет, что ее автомобиль сможет автономно двигаться по большинству дорог под наблюдением водителя. Интересно, что вычислительные мощности, которые Baidu использует для обучения алгоритмов автономного вождения, можно сравнить с суперкомпьютером, разработанным Tesla для оттачивания своего программного обеспечения Автопилот. В Robo 1 также будет широко использоваться голосовое управление. В Италии представили первого робота-гуманоида, полностью разработанного внутри страны. Роби от компании Oversonic, ростом 1,75 м и весом 70 кг, уже официально представлен на рынке. Заявлено, что он может действовать автономно, работая на промышленных складах, при санобработке помещений и в контрольных операциях. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта и голосового интерфейса, Роби может распознавать людей и самостоятельно общаться с ними. Также робот с ракоподвижными суставами и полным набором датчиков прекрасно ориентируется в окружающем пространстве и может безопасно передвигаться в толпе людей. Он оснащен руками с захватами, позволяющими ему брать предметы диаметром от 3 см и перевозить груз весом до 50 кг с помощью тележки. Робот сохраняет все воспоминания в базу данных, может отзеркалить действия пользователя для обучения новому, а также может быть запрограммирован с помощью встроенной в него панели. Как вам, Роби? Пишите в комментариях. Исследователи Стэнфордского университета придумали роботу Digit от Agility Robotics новые, более способные руки. Если своими исходными конечностями робот может разве что брать коробки, а в основном просто использует их для сохранения равновесия, то теперь он научился взаимодействовать с различными деформируемыми объектами. Новые концевики для рук спроектированы с учетом неровности поверхности в макромасштабной форме, мезомасштабной волнистости и микромасштабной широковатости. Это обеспечивает хорошее сцепление при сдвиге на поверхностях с небольшим усилием захвата. Все благодаря использованию гибридной электростатической и клейкой прокладки на концах рук. В итоге Digit может брать различные предлеты с наименьшей возможной силой, может даже букет цветов вам подарить. Американская технокомпания Onyx Industries разработала усовершенствованный хвостовой модуль для робособак Vision 60 от Gastrobatics. Он позволяет роботам, уже состоящим на службе в армии США, плавать в воде более получаса. Модуль Nautical Autonomous Unmanned Tail, или сокращенно Naut, использует водяную струю для помощи роботу в движении по воде, что позволяет робопсу переплывать небольшие водоемы, вставшие у него на пути. Сообщается, что навесное оборудование может перемещать Vision 60 со скоростью 3 узла или 5,5 км в час и удерживать его на плаву более получаса. Новая способность не только позволит роботу наблюдать еще и за водоемами, но и может помочь военным исследовать с его помощью водные пути, которые могут быть заминированы. Напомним, что Vision 60 позиционируется компанией как дешевая, модульная, всепогодная наземная система среднего размера, способная нести до 10 кг полезного груза и двигаться 3 часа подряд со скоростью 3 метра в секунду на одном заряде. Кстати, это далеко не первый робот, не боящийся воды, хотя и первый самостоятельно плавающий. Например, робот B1 от Unitri тоже проходил испытания с морскими котиками, по крайней мере в рамках этого видео. Робот может полностью погружаться под воду, автономно работать до 5 часов, переносить груз в 40 кг и выдерживать вес до 100 кг, правда только стоя на одном месте. Это самый большой робот китайской компании ростом 67 см и длиной более метра. А роботы другой китайской компании Deep Robotics не умеют плавать и нырять, поэтому расширяют свои возможности на земле, обучаясь взаимодействовать с роем роботов и дронов. Компания подписала стратегическое соглашение с Худжоузским институтом Чидзянского университета о сотрудничестве в дальнейших исследованиях, направленных на поиск различных возможностей в области дронов и четвероногих. Кстати, Robotic Systems Lab ETH Цюрих запустила своего робота Animal исследовать природу Италии. Ученые уточняют, что это не отпуск, а серьезный проект Евросоюза, в рамках которого они попытаются с помощью робота провести мониторинг отдельных видов растений и среды обитания в целом. SpaceX получила разрешение на запуске Starship с космодрома в Бока-Чика. Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от компании Илона Маска внести 75 изменений в процесс испытаний звездолета, после чего SpaceX сможет начать пуски. Корректировки должны снизить ущерб для окружающей среды и неудобства для людей, проживающих неподалеку. Поправки включают, например, изменения освещения комплекса, найм биолога за контролем вреда для окружающей среды, предварительное оповещение об испытаниях и ограничения на перекрытие общественных дорог, ведущих полигон. По последним заявлениям Илона Маска, Starship будет готов к первому орбитальному полету в июле, а второй состоится уже в августе. План первого полета звездолета, поданный SpaceX в Федеральную комиссию по связи, включает отделение первой ступени от носителя на суборбитальной высоте и его приземление неподалеку от места старта. Сам Starship продолжит полет, пока не поднимется на 200 километров. Компания EV Safe Charge представила мобильного робота ZIGI для зарядки электромобилей. Вызвать робота можно через приложение для смартфона или бортовую информационно-развлекательную систему. Он приедет и обслужит любое место на парковке, параллельно отображая информацию или рекламу. ZIGI предназначен для парковок торговых развлекательных центров, отелей и прочих коммерческих объектов. Робот не требует дополнительной инфраструктуры и может переезжать от одного электромобиля к другому, пока не зарядят все авто на парковке. ZIGI сам вернется на базу для подзарядки от электросети, аккумулятора, солнечной энергии или любой из их комбинаций. Интересно, что роботы будут доступны и для аренды. Летающий мотоцикл Jetson One шведской компании Jetson Aero стал доступен для покупки. Сейчас разработчики активно принимают заказы на электрический мультикоптер с четырьмя двигателями и четырьмя парами винтов. Цена немалая – 92 тысячи долларов, но все аппараты на 2023 год уже раскуплены. Мотоцикл вертикального взлета и посадки рассчитан на одного пилота весом не более 95 килограммов с минимальными навыками управления. Jetson One обладает рядом с системой безопасности. Так, аппарат останется в воздухе даже при отказе одного из двигателей. Если пилот внезапно уберет руки с органов управления, мотоцикл просто зависнет в воздухе, а на случай критической ситуации Jetson One оснащен баллистическим парашютом. Бортовый компьютер аппарата обладает двумя резервными копиями, а наличие лидара помогает предотвращать столкновения с препятствиями. Машина весит 86 килограммов, а ее скорость аппаратно ограничена 102 километрами в час. Время полета до 20 минут, после чего необходимо зарядить батарею в течение двух часов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео. Не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео.